Итак, пацаны, поменял я батарею на своём смартфоне Poco X3 Pro, взял не оригинальную батарею с AliExpress, но от нормальной фирмы Nohan. И, в общем-то, сегодня я хочу поделиться с вами впечатлениями об этой батарейке, о том, как я её менял и какие вообще результаты. Стоит ли покупать вот эту батарею Nohan вообще, или, может быть, обратить внимание на что-то другое. Это не просто батарея на 5-150 мАч, которая в Poco X3 Pro ставится, а эта батарея на 6000 мАч. Тут на коробке вы это можете увидеть. Батарея называется, кстати, BN61. Короче, обо всём по порядку, давайте. Приятного просмотра. Салют подписчикам канала Atom Asium и случайным зрителям этого видео. Ну что ж, мои подписчики и постоянные зрители знают, что я довольно давно уже пользуюсь смартфоном Poco X3 Pro. Уже пошёл как третий год и, в принципе, большинство моих зрителей и подписчиков, собственно, пользуются точно таким же смартфоном. Телефон классный, менять его в ближайшее время не хочется. Если не попадётся, конечно, что-нибудь весьма интересное. Телефон очень удачен. Единственный его минус за долгое время использования просела у него батарейка. Это лично в моей версии смартфона. И, как вы знаете, я заказал новую батарею, но не простую батарейку, которая установлена в Poco X3 Pro. Во-первых, оригинальных батарей на этот смартфон не найти. Если вы будете искать на Алиэкспресс батарейки с логотипом Mi, это 99%, что подделка. Хотя она может быть весьма качественной. Поэтому я полазил на форуме FUPDA, поискал, какие батареи можно взять на смартфоны. И нашёл весьма неплохую компанию. Называется она Nohan. И они делают батарейки под разные смартфоны. В общем-то, отзывы положительные. Можете зайти в описании под видео, оставлю ссылку прочитать, посмотреть. У этого продавца реально полно классных отзывов. И действительно, качественные батарейки они делают. Я уже менял батарею в X3 NFC. Кто не смотрел этот видос, он единственный на Ютубе вообще, который такой обширный. И со всеми тестами. В этом видосе я также поменяю сейчас батарейку. Попользуюсь телефоном какое-то время. Ну и покажу вам результаты тестов. Ну и вообще субъективное своё впечатление о замене батареи. Ну и вообще, насколько хороша эта батарея Nohan. Ну и естественно, все ссылки будут в описании под видео. Короче, смотрите. Как проверить вообще, стоит ли менять батарею в вашем смартфоне. Я делал это двумя способами. Во-первых, с помощью тестера. На мой взгляд, самый верный способ. Он показал вот такой вот объём батарейки. То же самое я проводил и программным способом замеры через приложение AccuBattery. Вы его можете скачать в моём телеграм-канале. По ссылке в описании, исходя из 12 сессий заряда-разряда, показывает, что проектная номинальная ёмкость была 560. Предполагаемая фактическая ёмкость, с учётом алгоритмов, 3773. То есть состояние аккумулятора 73% от 100. В принципе, с телефончиком можно было бы пользоваться. И зарядку он держит более-менее адекватно. Но единственный его косяк в том, что на морозах он стал садиться просто молниеносно. Это и натолкнуло меня, в общем-то, в конечном итоге заказать вот эту батарею и сделать замин. Как заменить батарею в телефоне? То есть мы прогреваем бытовым феном вот эту по периметру заднюю крышку, она приклеенная. И вот тут вот вокруг блока камер тоже есть клей. Вот это вот части все прогреваем. Сейчас покажу комплект батареи. Вот такая коробка. Прислали быстрее на месяц, чем предполагалось. В комплекте есть всё необходимое. То есть сама батарея, инструменты. В инструментах лопаточка для снятия крышки и отвертка вот такая крестовая. Есть также присоска и специальные клеевые основы для того, чтобы когда мы будем заменять аккумулятор, приклеить вот так вот это сюда и, в общем-то, присобачить его внутри, чтобы он держался, как оригинал. Мы, когда прогреваем крышку по периметру, присоской вот так присасываемся и пытаемся оттягивать крышку. Когда появляется какая-то небольшая щель, мы, соответственно, берём вот эту лопатку и вот так чуть-чуть поддеваем. И вот так постепенно, медленно-медленно снимаем крышку, отклеиваем её полностью. После того, как поменять аккумулятор, всё это можете назад приклеить, если у вас крышка останется в хорошем состоянии. Но чтобы не было какого-то колхоза и чтобы всё чётко было приклеено, я заказал у другого продавца ещё одну дополнительную новую крышку, точно такую же. Я ссылку на неё тоже в описании оставлю, стоит она, ну, недорого. Точно такая же крышка, новая, запечатанная и, внимание, проклеенная полностью по всем местам, где должна быть проклейка двухсторонним скотчем. Итак, друзья, снял я, короче, крышку с телефона. И чтобы нам вытащить отсюда аккумулятор, нужно отцепить шлейфы. Вот этот вот шлейфик нужно отцепить, это от кнопки питания. И вот этот вот большой шлейф, переходящий снизу вверх, тоже нужно отцепить. Для этого откручиваем вот эти вот винты. Не обязательно снимать полностью крышку, чуть-чуть её приподнимаем, чтобы добраться до шлейфов. Соответственно, вот он шлейф батареи, тоже его отстёгиваем в конечном итоге. Смотрите, батарея приклеена к корпусу, поэтому, когда вы будете вытягивать, целлофан отодвигаете и получается такое ушко, за которое мы, в общем-то, вытягиваем. Пока что решил полностью клей не снимать отсюда. Я просто приклею сюда обратно старую крышку после установки, чтобы потестировать вообще новый аккумулятор. Если он окажется не лучше, чем старый, то просто остановлю назад старый аккумулятор и приклею уже новую крышку. Оригинальная батарея, кстати, имеет название BN57. То есть, это батарейка на 5-160 мАч. Батарея, которая на 6 тысяч мАч, она уже имеет название BN61. При этом я сейчас протестирую, после установки поддерживает ли она быструю зарядку, поддерживает ли она низкий уровень заряда, то есть, не вырубается ли на последних уровнях зарядки. Это тоже очень важно. Вот, ну чё, продолжаем. Батарейка изъята и теперь самое интересное. Вот оригинальная батарейка, вот я приобрёл. Визуально они кажутся одинаковыми совершенно. По идее, батарея, у которой должен быть больший объём, должен быть и больший вес, что логично. Взвешиваем оригинальную батарейку, получилось 68 грамм. Теперь взвешиваем батарею на 6 тысяч мАч, 79 грамм. Вес больше, незначительно, грамм на 10, но больше. Это уже хороший показатель. По толщине, ну, почти 6 миллиметров, не оригинал. Оригинал поуже, ровно 5 миллиметров. То есть, не оригинальная батарея Nohan, она потолще, чуть-чуть потолще. Это тоже хороший показатель. Итак, друзья, новая батарейка установлена. Всё чётко она сюда влезла, без каких-либо проблем. Батарейка, конечно, да, действительно потолще. Этот вот шлейф, конечно, уже в натяг пошёл, но дотянулся тоже. Ну и самое главное, после установки пробуем включить смартфон. И, о чудо, он включается. И давайте посмотрим, насколько заряжена пришла новая батарейка. Смотрим, 39% после установки батареи. Для того, чтобы провести тесты в последующем, я сейчас полностью её заряжу. Поставлю на зарядку, заряжу до 100%. Когда вы будете также тестировать батарею, не забудьте скинуть настройки VacuBetter. То есть, сейчас у нас сохранились старые настройки. Я их сохраню для того, чтобы добавить в это видео. Мы просто сбрасываем полностью настройки приложухи. Нажимаем «Очистить». «Очистить всё». Все данные приложения очищаются. После этого заходим в него снова. Ну и настраиваем по-новому. Всё. Теперь продолжаем пользоваться смартфоном. Ну и, в общем-то, приложение будет собирать статистику. Не забудьте сохранить его в автозапуске. И в контроле активности поставить «Нет ограничений». Собираю дальше смартфон. Тестирую. Ну и в конце видео сейчас расскажу вам, спустя время, что из себя представляет эта батарея и стоит ли её покупать. Итак, друзья. Прошла неделя использования смартфона с новым аккумулятором Nohan на 6000 мАч. И я готов поделиться с вами результатами. А результаты очень крутые. Прежде всего, хочу сказать, что смартфон перестал быстро разряжаться на морозе. Он довольно стабильно держит зарядку. Начнём с того, что, например, заходим в раздел «Батареи». И посмотрите на диаграмму разряда. То есть она стабильная. Видите, ночью тоже медленно садится. Вот сейчас пошёл дневной режим. Более резкое снижение. При этом активность 26 часов, уже более суток. И заряда остаётся ещё 34%. Телефон стал чуть дольше заряжаться. Это обусловлено увеличением объёма батареи. Ну и в целом, общее впечатление о смартфоне, о его автономности стало более приятным. Теперь, что касается теста. Я, как и показывал в начале ролика, проводил тесты через программу «Аккубэтери». И смотрите, друзья, на этот результат. Состояние аккумулятора, исходя из 8 сессий заряд-разряд, получается 5042 мАч. При номинальной ёмкости 5-160 мАч. Фактическая предполагаемая ёмкость более 5000 мАч, что уже круто. 98% состояния аккумулятора по версии программы. Если смотреть через другое приложение на время работы экрана. Обращаю внимание, что сейчас экран проработал с полного заряда 6 часов 40 минут. То есть, практически 7 часов. У нас при этом остаётся ещё 34% заряда. То есть, практически 40% заряд. Вообще, я не занимаюсь особо экономией заряда батареи. То есть, не выкручиваю яркость в минимум. Не отключаю там специальный Bluetooth. Но если заниматься этим, то, конечно же, батарея протянет ещё дольше. В обычном режиме, короче, без неудобств использования смартфона. Получается около 10 часов работы экрана. Стабильно, друзья. Если заняться экономией, то я уверен, эти показатели вырастут ещё больше. Я теперь знаю, что вот 34% заряда мне ещё хватит на 3,5 часа, плюс-минус, да, там, работы экрана. И я знаю, что на последних остатках заряда смартфон не будет резко разряжаться и выключаться. Я приложу скрины из программы GSM Battery Monitor. Эту прогу, кстати, вы можете скачать в моём Телеграм-канале по ссылке в описании. И вот по этим скринам вы можете посмотреть, как долго держит батарея. Но, как я и говорю, это стабильно со 100 до 0, 10 часов работы экрана. Также, друзья, я сделал замеры через вот этот тестер. И тоже результаты значительно отличаются. Сейчас сделаю замеры, кстати, на новую батарею. Это такой вот Powerbank на 20 000 мАч. И фишка его в том, что он способен выдать 150 Вт. Он может заряжать и ноутбуки, и смартфоны с быстрой зарядкой. Есть протоколы и различные защиты. Подписывайтесь, чтобы не пропустить обзор на это устройство. Что касается результатов тестера, то они значительно тоже отличаются в лучшую сторону на новой батареей, соответственно. Также многие боятся, что при замене аккумулятора оригинального на неоригинальный может пропасть быстрая зарядка. Она тут сохранилась, друзья. И быстрая зарядка, и Mi Turbo Charge тут работает с этим аккумулятором. Поэтому я смело могу рекомендовать это таком фирмы Nohan. Не только для Poco X3 Pro, но и для других смартфонов у продавца полно различных аккумуляторов для разных моделей телефонов. Что касается объема батареи физической, я приклеил сюда старую крышку. Но, как видите, она плохо приклеилась, потому что на старый скотч клеилась. Но тем не менее крышка закрывается. Если приклеивать ее на нормальный скотч, она будет приклеена, соответственно, нормальная. Ну и, как я вам показывал в начале ролика, у меня есть дополнительная крышка, которую я также приобрел. В общем-то, я ее сюда и приклею. Она с новой проклейкой отлично сюда встанет. Если еще какие-то вопросы по батарее будут, пишите в комментарии, постараюсь ответить. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если хотите. Всего вам доброго и до скорого встречи. Субтитры подогнал «Симон»!